Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РНТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. До выборов главы курорта осталось три дня. Кандидаты активно проводят встречи с жителями, посещают сельские округа. В новый сезон – в новом обличье. В Анапе продолжается благоустройство сельских территорий. Самый классный – классный. В Анапе определили самых лучших классных руководителей. Сегодня состоялась очередная 46-я сессия Совета депутатов города-курорта Анапа. Депутаты единогласно проголосовали за решение наградить медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа Сергея Нинастина, председателя Анапского отделения Всероссийского общества автомобилистов. А далее депутаты заслушали доклад начальника Анапского отдела МВД Андрея Терехина и дали ряд рекомендаций по работе, чтобы Анапа продолжала оставаться одним из самых безопасных городов России. Заместитель главы Алексей Харитонов доложил, как продвигается разработка инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры. Начальник управления муниципальным имуществом Ольга Аксенова сообщила об установлении земельного налога. Изменения внесены по многочисленным обращениям и жалобам граждан. Вместо 0,3 от кадастровой стоимости, земельный налог для дачных, садоводческих и огороднических объединений будет составлять 0,22. Всего депутаты рассмотрели на сессии 6 вопросов. Считанные дни остались до выборов главы Анапы. Кандидат в мэры Сергей Сергеев активно продолжает встречаться с жителями курорта, предпочитая именно от них узнавать о проблемах, решения которых ждут от власти в первую очередь. В актовом зале школы номер 7 Сергеев провел встречу с жителями микрорайонов 3А и 3Б, где количество заданных вопросов побило рекорд всех предыдущих встреч. Подробности беседы в нашем сюжете. К пяти часам вечера в актовом зале школы номер 7 собралось не меньше 150 человек. В начале встречи на стол кандидату было положено около 60 обращений анапчан. Сергеев заверил, что ни один из наказов не останется без внимания. Выступая перед жителями крупнейших городе микрорайонов и по занимаемой площади по количеству проживающих здесь анапчан, Сергей Сергеев обозначил болевые точки, которые требуют скорейшего разрешения. Это сфера строительства и землепользования, повышение доступности и качества здравоохранения, модернизация энергохозяйства, строительство новых объектов газа и водоснабжения. Это и вопросы социального блока, очереди в детсады, строительство детских площадок и спортивных объектов. Развитие дошкольного образования. Это строительство и реконструкция существующих детских садов. Здесь необходимо закатать рукава и работать как раз ежедневно. Если этого не делать, то те задачи, которые перед нами сегодня стоят, мы их не выполним никогда. Очень сложные задачи. 3816 детей, те, которые сегодня не имеют возможности посещать детские сады, это непорядок. Формат встречи традиционно предполагал диалог, и он последовал вслед за выступлением кандидата. Людмила Гондрабура высказала просьбу поспособствовать решению проблемы с большегрузными машинами, разбивающими дорогу на Амельково. Для КамАЗов с песком и гравием, цементовозов и прочей техники должен быть определен другой маршрут. Сергеев пообещал изучить ситуацию. Ольга Проскурина продолжила тему строительства, но уже с другого ракурса. По ее словам у жильцов их дома, введенного в эксплуатацию 4 года назад, большую тревогу вызывает брошенный фундамент с торчащей арматурой. По замыслу застройщиков, здесь должен был появиться магазин. Должен был, но так и не появился. А местные жители страдают. Также рядом школа, а в вечернее время двор совсем не освещается. И это обращение Сергеев поставил на контроль. В заключении встречи с кандидатом мэра, педагоги говорили о необходимости строительства нового храма наук. По их словам, седьмая школа по проекту рассчитана на 1176 человек. Сегодня же здесь обучается 2000 детей. Есть в микрорайоне Требе и земельный участок и проект новой школы. Требуется только принять волевое решение и сдвинуть проблему с мертвой точки. Впечатление о встрече с кандидатом мэра Сергеем Сергеевым приятное, обнадеживающее. Хотелось бы, чтобы на самом деле мы почувствовали это на деле. Очень хочется надеяться, что на самом деле сдвинется в нашем городе хоть что-то. Кандидат настроен весьма позитивно. Я думаю, что если он будет мэром, то у него получится решение и данные задачи. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Также Сергей Сергеев продолжает лично объезжать сельские территории, общаться с местными жителями и выяснять их насущные проблемы. Так кандидат в мэр Анапы побывал в Чембурге. Плохие дороги, недостаток энергомощности в летний период, очередь в детский садик, но самое главное отсутствие клуба, где подростки могли бы проводить свободное от учебы время. Такие проблемы сегодня в Чембурге, по словам жителей. Сергеев согласился с необходимостью клуба, учитывая, что Чембург растет. Тем более и здание подходящее есть, заброшенная баня. Полуразваленное одноэтажное строение нужно привести в порядок. С удивлением, услышав, что и здесь есть проблемы дефицита мест в садике, кандидат в мэр Анапы заехал в детское дошкольное учреждение. Садик Ягодка встретил нежданного гостя непривычной тишиной. Оказалось, что здесь сегодня санитарный день. По словам заведующей Светланы Сулейменко, сейчас Ягодку посещает 50 воспитанников. В очереди еще 100 ребятишек. Но уже в этом году ее удастся сократить на 40 человек. Территория садика позволяет рядом с основным корпусом построить дополнительный. Сергей Сергеев познакомился с педагогическим коллективом, подробно расспросил о трудностях в работе. Как заметил кандидат, 400 анапчан, определивших для себя местом жительства этот небольшой населенный пункт, заслуживают внимания властей. Другие кандидаты на пост мэра города информацию о ходе своих предвыборных встреч на сегодняшний день нам не предоставили. В Анапе продолжается благоустройство сельских территорий. Сейчас активно ведутся работы по ремонту сельских дорог. В Чембурге отсыпали щебенкой улицу Озерную, по которой уже много лет транспорту было сложно проезжать. Местные жители признаются, что дороги не ремонтировались здесь давно. Была яма на яме. Изменения в Чембурге ждали, и они пришли. Почтальон Людмила Вершинина говорит, что теперь намного легче будет заниматься своей работой. По такой дороге ходить и удобнее, и приятнее. Также с февраля благоустройство дорог идет и в других сельских округах. Большинство из них планируется закончить до 1 апреля. Уже скоро начнутся и работы по асфальтированию, так как погода в ближайшее время позволит работать асфальтовым заводом на полную мощность. Управление социальной защиты населения Анапу напоминает о том, что в этом году, так же, как и в прошлом, будут предоставляться компенсации в размере не менее 50% от стоимости путевки на каждого ребенка. Прием документов начинается с 1 апреля. С начала года вступил в силу краевой закон о дополнительной поддержке многоцветных семей. Об этом подробно, а также о правилах предоставления регионального материнского капитала нам рассказала начальник отдела назначения социальных выплат Лилия Умерова. Право на ежемесячную денежную выплату имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории Краснодарского края. При рождении третьего или последующих детей до достижения им возраста трех лет, имеющих гражданство Российской Федерации, а также постоянную регистрацию на территории края. Размер ежемесячной денежной выплаты фиксированный, установленный величиной прожиточного минимума для детей в Краснодарском крае на 2013 год составляет 6763 рубля. Ежемесячная денежная выплата на ребенка назначается с 1 числа месяца рождения ребенка, если обращение за ежемесячной денежной выплатой последовало не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка. Социальная выплата предоставляется в размере не менее 50% от средней стоимости путевки на ребенка. Прием документов будет осуществляться Управлением по опеке и попечительству, вопросам семьи и детей, а также Управлением социальной защиты. С 1 апреля 2013 года по 31 мая 2013 года будет производиться прием документов в рамках целевой программы «Дети Кубани», оказывается, которое семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетным неполным семьям, семьям с социальным риском. Более подробную информацию можно получить в Управлении соцзащиты по улице Крымской, 177, или по телефону горячей линии 390-56. Классного руководителя называют самым многодетным родителем. Ведь за время работы в школе нужно воспитать огромное количество детей, научить их правильно жить, а главное всех без исключения от всей души любить. За право называться самым классным-классным боролись 9 учителей из общеобразовательных школ и гимназии города-курорта. Кто же стал самым-самым, расскажет Светлана Авилова. Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся, гласит китайская пословица. В этот день лучшие педагоги Анапы, победители отборочного тура, боролись за звание «Самый классный классный». Каждому классному руководителю предстояло продемонстрировать себя при поддержке своего класса в трех номинациях. Визитная карточка «Узнай своего ученика по голосу» и «Мое хобби». Борьба за самого-самого выстроилась по возрастной категории учеников. Жюри выбирало не одного, а сразу трех финалистов, то есть самого лучшего учителя из педагогов начальных классов, самого лучшего классного среди учителей с пятого по седьмой класс и с восьмого по одиннадцатой. Алла Рудакова еще в детстве мечтала быть педагогом. Во дворе она играла с друзьями в школу и, конечно же, в этой игре брала на себя самую главную роль – учителя. В своей работе опирается на гражданско-патриотическую позицию, прививает детям любовь к России. Ребятишки третьего класса станицы Анапской сами рассказали о всех достоинствах своего учителя. По их словам, Антонова Светлана Валерьевна – это мудрость, авторитет и душа класса. Любя, они называют ее «цветиком-семицветиком». А вот педагог Алла Абрамян в прошлом выпускница 14-й школы села Гайкадзор. Получив педагогическое образование, сразу для себя решила вернуться в родную школу и учить грамоте маленьких сельчан. Труд учителя можно сравнить с трудом садовник, и каждому нужен особый, только для него подходящий уход. По итогам конкурса самыми классными классными стали среди учителей начальных классов Светлана Антонова – школа номер 12, среди пятых-седьмых Марина Маслова – гимназия Росток и среди восьмых-одиннадцатых классов Юлия Богатыренко – школа номер 9. Сами конкурсанты считают, что победителей и проигравших здесь нет, потому что все они делают одно большое общее дело. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. В средней общепризывательной школе номер 19 села Джигинка прошла комплексная военно-спортивная эстафета «Солдат будущего», которую организовали Центры патриотического воспитания молодежи Ратмир и Управление по делам молодежи. В эстафете приняли участие команды, состоящие из учеников девятых-одиннадцатых классов. Ребята проявили умение и сноровку в таких этапах эстафеты, как подтягивание на перекладине, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина патронами, отжимание от пола, прохождение полосы препятствий. Оценивались скорость и качество выполнения элементов эстафеты, по итогам которой лучшими стали ребята из команды девятого класса «Лидеры». Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В четверг 21 марта в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем 10-12 градусов выше нуля, ночью до плюс 7. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 7 градусов со знаком «плюс». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.